Десногорск. В области увеличивается число пациентов, которые получили высокотехнологичную медицинскую помощь. В 2017 году ею воспользовались свыше 5000 жителей региона, в том числе около 800 детей. Это на 1000 человек больше, чем в 2016 году. Высокотехнологичная медпомощь оказывается по 20 направлениям более чем в 60 федеральных учреждениях здравоохранения России за счет средств федерального бюджета и Фонда обязательного медицинского страхования. Смоляне смогут увидеть кровавую луну. Ученые рассказали, что 31 января жители Земли увидят кровавое суперлуние. Подобное явление наблюдалось около 150 лет назад. При суперлунии луна максимально сближается с Землей и входит в ее тень, после чего приобретает ярко-красный оттенок. При таком явлении спутник Земли выглядит на 14% больше и на 30% ярче, чем в момент, когда он находится на максимальном удалении. В случае вандализма в Десногорске не редкость, но почему-то страдают чаще всего детские игровые комплексы. Об одном из таких случаев вы узнаете далее. В этот раз пострадала площадка «Кораблик» в парке первого микрорайона. Игровой комплекс установлен вдали от жилых домов. Поэтому вандалы повеселились на славу. Сломанной качели разгромлен пол внутри комплекса. Разобрали беспощадно, я бы даже сказала, детскую площадку, кораблик, качельки, балансир. Ну, данный случай не единичный, к сожалению, у нас в городе. В прошлом году буквально произошли несколько случаев на площадке 2.18, на баскетбольной площадке скейт-парк. Но за данное правонарушение, согласно статье 214 Уголовного кодекса, предусмотрена ответственность в размере штрафа до 40 тысяч. Либо это принудительные или исправительные работы. Также, если это совершено группой лиц, штраф, соответственно, не налагается, налагается уже решение свободы до трех лет сроком. Новых игровых комплексов в городе установлено более 30. И каждый день специалисты службы благоустройства устраняют поломки на какой-нибудь из площадок. К сожалению, в Десногорске не берегут то, что имеют. 17 января в четвертом часу ночи в Десногорске сгорел автомобиль. Происшествие случилось в третьем микрорайоне. Ликвидировали пожар четыре огнеборца из пожарно-спасательной части номер 15. Пострадавших нет. Причины и ущерб уточняются. В Смоленске сотрудники полиции задержали злоумышленника, который обложил данью местных предпринимателей. 30-летний смоленин под угрозой расправы собирал деньги с бизнесменов за право заниматься коммерцией на территории областного центра. Рекетира задержали. Возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство». 16 января глава муниципального образования Андрей Шубин провел плановое совещание с председателями комитетов администрации и руководителями муниципальных предприятий и служб. Подробнее в нашем сюжете. 16 января в администрации города глава провел совещание с руководителями муниципальных предприятий и председателями комитетов. Заместитель главы по экономическим вопросам Антон Шестеряков объявил, что в 4 пункт 17 статьи закона об административных правонарушениях внесены изменения, которые касаются правил благоустройства территорий. Глава, в свою очередь, прокомментировал эти нововведения в законе. Данная статья будет таким и применяться на территории муниципалитета. У нас есть много проблем, в том числе неразрешенных. Отдельные незабросовестные граждане, юрисы, пользуясь пробелами в законодательстве. Поэтому сейчас будем все приводить в порядок. Комиссии по делам несовершеннолетних России исполняется 100 лет. 18 января в 18 часов в Центральной библиотеке состоится городское мероприятие «Учить добро и мудрости». Приглашаем всех желающих иметь участие в мероприятии. Начался региональный этап Всероссийской Олимпиады школьников. Наши школьники на муниципальном этапе набрали необходимое количество баллов для участия в региональном этапе по 9 предметам. В школах у нас до 1 февраля сейчас идет работа по формированию региональной информационной системы государственной итоговой тестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования. И выпускники прошлых лет, а также учащиеся образовательных организаций среднего профессионального образования могут подать заявление на участие в ЕГЭ в Комитете по образованию. Десногорский дан старт единому голосованию для определения благоустройства общественных территорий города. «Комфортная городская среда» и проект «Любимый город». По проекту «Комфортная городская среда» необходимо проголосовать за выбор благоустройства в 2018 году общественных территорий. Их четыре. Территория городского пляжа, парковая зона между первым и вторым микрорайоном, пешеходная зона третьего микрорайона, между школой 3 и 4 и детскими садами «Ласточка» и «Дюймовочка». И четвертое направление, четвертая зона, это парковая зона четвертого микрорайона, между приходом церкви святителя Стефана Великоперского и Домом творчества. По проекту «Любимый город» необходимо проголосовать за выбор благоустройства центральной площади города, который осуществляется по направлениям, патрону управления, реконструкция сцены, реконструкция фонтана с освещением, установка детского игрового комплекса с устройством резинового покрытия. Сделать свой выбор можно на сайте администрации, а также на интернет-площадках «Десногорская пресс-служба». Интернет-площадки у нас размещены в Инстаграме, в Фейсбуке, в Твиттере, ВКонтакте. Для удобства жителей города информация размещена на ДСН «Десногорск.Лайв». Также можно отправить свой выбор на Деснопресс собака.админ.смолец.ру, это электронный адрес, в котором указать выбор в своей общественной территории. Выбор за каждым из вас. Прошу проголосовать. Инфекционные заболевания регистрировались в Десногорске на низком уровне. Жителям Десногорска предлагают познакомиться с коллекцией старых советских новогодних открыток и игрушек. Необычная экспозиция открылась в выставочном зале. Увидеть новогодние открытки и игрушки из давно ушедшей эпохи – все равно, что окунуться в прошлое. Изучать красоту этих предметов можно часами, и каждый найдет что-то свое, независимо от возраста. Новогодняя открытка приурочена в новогодней тематике. Также у нас посвящена уголок истории новогодней игрушки, где представлены образцы советской новогодней игрушки. В фойе выставочного зала Десногорского историко-краеведческого музея ежемесячно обновляется информационный стенд, где мы популяризируем историю искусства. Выставка будет интересна всем, кто захочет увидеть, как и в каком направлении развивалось изобразительное искусство открыток и игрушек прошлого века. В этом году городу Смоленск исполняется 1155 лет. К этому событию сотрудники Десногорской центральной библиотеки подготовили книжно-иллюстративную выставку. Подробности далее. Выставка стоит на Днепром. Город старинный включает в себя пять разделов, которых десногорцы найдут в статьях периодических изданий и произведениях художественной литературы всю историю знаменитого города-героя. Узнают о его достопримечательностях и православных традициях. В разделе «Имя гордится Россия» собрана информация о смолянах, имена которых известны не только в России, но и за ее пределами. Здесь вы найдете интересную информацию о писателе-фантастии Александре Беляеве, адмирале Эдуарде Балтини, писателе-фронтовике Борисе Васильеве, певцах Ольге Воронец и Эдуарде Хили, авиаконструкторе Семене Лавочкине, актрисе Дине Корсун, герои Советского Союза, летчики Борисе Туржанском, священнослужители Никифоре Мурзакевиче и многих других. На выставке для десногорцев представлены и произведения поэтов и писателей, родившихся в городе Смоленске. Мы приглашаем вас посетить нашу выставку «Стоит над Днепром, город старинный», который находится в читальном зале нашей библиотеки и будет действовать до конца января месяца. Всю представленную на выставке литературу читатели могут взять на дом и совершить увлекательное путешествие в историю города-героя Смоленска. На территории Смоленской области в ближайшие три дня ожидается заметное ухудшение погоды. По прогнозам метеорологов, на дорогах, возможно, гололедица и заносы. А порывы ветра будут достигать 18 метров в секунду. МЧС призывает жителей региона избегать близости рекламных счетов, вывесок деревьев и линий электропередач, а также по возможности отказаться от использования личных автомобилей. Это все новости на сегодня. С этими и другими событиями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disneyadefistv.ru. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова